А еще я готовлю из тыквы манго на зиму. Да-да, вы не ослышались. Действительно, она по вкусу ничем не уступает манго, а стоить будет гораздо дешевле. 3 килограмма тыквы нарезаю кубиком, но не очень мелко. Перекладываю в кастрюлю, в которую буду варить. И так нарезаю всю тыкву. Добавляю сахар. На 3 килограмма тыквы я добавляю 800 грамм сахара. И чайную ложку лимонной кислоты. Все перемешиваю. 3 апельсина и 1 лимон обдаю кипятком, буквально несколько секунд. Очищаю цедру одного апельсина и одного лимона. Беру только цедру без белой части. И добавляю тыквы. Пожимаю сок из апельсинов и одного лимона. Добавляю тыкве. И накрываю крышкой. Оставляю так стоять на столе на 6 часов. За это время несколько раз перемешиваю. Прошло 6 часов. Сахар полностью растворился, а тыква пустила сок. Вынимаю цедру, она мне больше не нужна. И теперь кусочки тыквы раскладываю по банкам. Сверху наливаю сок, чтобы тыква была полностью покрыта. Из этого количества получилось 5 банок по 720 грамм. А остатки я перекладываю в стакан. Накрываю его крышкой, убираю в холодильник. И через 2 дня тыква пропитается. Будет очень ароматной, но останется все-таки твердой. Ставлю банки в кастрюлю на силиконовый коврик. Накрываю крышками. И наливаю теплую воду в кастрюлю, по плечике банок. И как только вода закипит, стерилизую 800 граммовые баночки 30 минут. Вынимаю и закручиваю крышками. Переворачиваю банки на крышке и оставлю их так стоять до полного остывания. И потом убираю на хранение. Такая заготовка может храниться при комнатной температуре до 2 лет. Можно добавлять к выпечке, к салатам. Но самое вкусное есть просто вилкой, как десерт. Очень рекомендую приготовить на зиму. И делайте сразу побольше. Потому что съедается она как семечки.